Кто-то опоздал, самую важную вещь он не пропустит. Говорить мы сегодня будем про то, как инструменты прямых коммуникаций могут расширить и улучшить воронку продаж. Вообще, при этом, воронки, в петлю, которую постоянно будет закидывать клиента к ней снова и снова. Под инструментами коммуникации я понимаю и e-mail маркетинга, и смс, и колл-центр, и мессенджеры. Любой канал, где компания общает со своим клиентом или потенциальным клиентом напрямую. Начать с того, что, к сожалению, маркетинг очень часто сравнивает с войной. И там и там даже термин одинаковый, маркетинговая компания, чемпейн, военная тоже, соответственно, компания. И там и там есть каналы защиты и нападения. В нападении, ну, вообще, за что мы сражаемся? В случае войны реально идет сражение за территорией, а в случае маркетинга мы сражаемся за умопотребителей. Так вот, нападение – это когда мы завоевываем новую территорию и несет нас новых покупателей. Это, конечно, красиво, хорошо и очень об этом маркетинговым отделом хорошо рапортовать, но, к сожалению, этого недостаточно, потому что любой военачальник знает, что если захватить какую-то территорию и не оборонять ее, то это бессмысленно занять, потому что враг туда приходит назад и, соответственно, вытесняет нас оттуда. Поэтому любой в войне военачальник, генерал знает, что каналы, что вообще защита, она не менее важна. И в маркетинге это то же самое, каналы защиты, что они делают? Они уже завоеванных клиентов, те, где мы уже завоевали какой-то мозгой кусочек, отвезенные нашему бренду, удерживают его в постоянном внимании и, соответственно, возвращают снова и снова. Канал нападения в маркетинге – это реклама традиционная, которая приводит к нам новых покупателей. Каналы защиты – это совсем другие каналы. Канал распределён коммуникации, где мы постоянно общаемся с уже клиентом, который нам так или иначе знаком, и стараемся постоянно в его мозгу присутствовать, напоминать о себе и возвращать снова и снова. Вообще, каналам персональной коммуникации, в том числе email-маркетинга, сильно не повезло, когда их обозвали маркетингом. Потому что не совсем это так. Вообще, в принципе, ну, маркетинг можно по-разному обсуждать, что это такое, но чаще всего это 4P, вот такие промоушен, плейс, продукт и прайс. Но давайте будем откровенно, маркетолог, как правило, редко подпускаются на образование, на продукт, к месту его реализации, вообще к самому продукту. Потому что чаще всего речь идёт всё-таки о перепродаже каких-то. Но и поэтому маркетологу в голове, что маркетинг равно промоушен, то есть, в голове реклама. Так вот, каналы персональной коммуникации так не работают, о которых мы будем с чего-нибудь говорить. Они работают иначе. В чём разница? Когда мы используем канал как рекламный, мы стараемся донести какое-то своё сообщение, да как можно более широкого круга людей. Какой-то товар, который мы хотим продать, или услугу нашу, как можно более широкого круга людей о ней рассказать. Каналы персональной коммуникации работают совсем иначе. Они работают как канал продаж. В чём разница? Когда вы делаете рекламное сообщение, вы стараетесь тот продукт, который вы хотите продать, рассказать как можно больше широкого круга людей. Когда вы продаёте, используя канал продаж, вы выясняете, что человеку необходимо, какая у него есть проблема, или, не знаю, боль, которую он хочет решить. Анализируете данные, понимаете, какой продукт лучше всего подходит для его решения этой проблемы, и предлагаете ему то, что он хочет купить. Вот это большая разница. В одном случае мы предлагаем то, что хотим продать, а в другом случае то, что покупатель хочет купить. И это очень сильная разница между двумя подходами. Настолько разная, что люди, которые пытаются использовать каналы персональной коммуникации как рекламные, снижают их эффективность в разы. Вот вся идея, что у нас e-mail маркетинг есть, значит, мы отправляем уже недельные рассылки по всей базе. Ура, у нас есть на склад поступил замороженную рыбу, покупайте всем тем, кто купил хоть что-либо у нас как раз. А вот это как раз неправильно использование каналов персональной коммуникации, и все, что в дальнейшем будем говорить, будет как раз о том, что так работать не надо. Работать надо так же, как работает хороший продавец. Вообще, в принципе, e-mail маркетинг, смс и все остальные канала, они являются заменой продавцу, который должен сначала собрать данные, понять, что человек интересует, вообще, сначала познакомиться с ним, кстати, да, получить разрешение на контакт, потом проанализировать, собрать данные, понять, какой продукт ему предложить и сделать адресное, точечное предложение именно того, что человек хочет купить. Для этого мы, соответственно, должны сначала с нашим покупателем познакомиться, вообще понять, кто он, что он хочет, какие у него потребности. И вот этому будет уделяться больше внимания, потому что все остальные идеи продажи, собственно, после того, как мы поймем, что ему нужно донести до него информацию о том продукте, который у нас есть, это вопрос очень простой и технический. А вот как раз понять, что именно ему нужно рассказать, это гораздо более интересный вопрос и более сложный. В принципе, работа с покупателем у нас будет не только затрагиваться онлайн, хотя, не знаю, здесь, наверное, есть многие люди, которые, в первую очередь, предлагают онлайн-продажи, а это работает в оффлайне, потому что, в принципе, коммуникация с клиентом, она работает непрерывно, даже когда он уже пришел в ваш покупатель в магазин, вы воздействуете на его сознание теми коммуникациями, которые с ним уже осуществлялись ранее через e-mail-маркетинг. Про важность работы с существующими клиентами. Еще пару слов буквально. Вот здесь два графика есть. Один из них, то есть это две компании, почему это реально существующие компании, как оценивались, одна из них возвращала 5% клиентов, другая – 10% клиентов. Из тех, кто были приведены рекламой в качестве новых клиентов. А видите, в первые годы, пару лет, разница не очень сильно заметна, зато на 2004-2005 год разница между этими компаниями стала глобально отучаться, и вторая компания вырывается в сильном лидеры, просто потому что она умеет работать с существующими клиентами. Во-первых, есть эффект такой накопленной массы клиентов, которые постоянно, если 10% клиентов постоянно продаете и продаете снова, то у вас эта масса растет гораздо быстрее. Но здесь еще один аспект. Аспект мы еще остановимся чуть позже, через пару слайдов. А мы возвращаемся теперь к воронке продаж. Ответственно, мы будем проходить вот эти все этапы. При переходе человека на сайт, мы будем с ним стараться знакомиться и включать его, соответственно, в каналы персональной коммуникации. После того, как человек посмотрел, какой-то товар, проявил какой-то интерес, мы будем стараться этот интерес дожимать до покупки. В принципе, интерес к товару не обязательно будет происходить на сайте или где-нибудь в точке продаж. Это может быть происходить и в каналах коммуникации с фидимейлей, например, в письме. Дальше после того, как человек добавил в корзин, сделал какие-то действия еще, мы стараемся, соответственно, довести до заказа. После заказа мы немножко поработаем на лояльность, будем собирать отзывы о заказе и попытаться сделать какую-то продажу. Например, если с этим товаром можно что-то еще продать, расходные материалы, какие-то аксессуары и так далее. Ну, обязательно на основе предыдущего опыта нашего общения с этим покупателем мы будем делать ему следующее предложение. А если покупатель вдруг долго не приходит, мы занимаемся активацией. То есть, вот воровка продаж, мы вращаем некую петлю, постоянно в нее закидывая снова и снова. Во-первых, подробнее про каждый шаг. И начнем мы с первого. Да, ну, собственно, что касается рассылок, здесь написано, кстати, CRM-маркетинг, а это неспроста, потому что, в принципе, я чуть позже покажу, что работа менеджера, можно сказать, email-маркетологу, в данном случае, если говорить именно про канал email-маркетинга, она сводится к большей части как раз к анализу. А отправка сама будет очень небольшую часть занимать его работы. Более того, эта частью больше и больше вытесняется автоматическим логаритмами, о которых тоже чуть позже расскажу. Поэтому, в принципе, мы сейчас скорее говорим про CRM-маркетинг. А все каналы персональных коммуникаций, они 90% состоят из анализа данных клиентов, а потом 10% уже сама коммуникация. И, собственно, анализ данных клиентов состоит из четырех простых шагов. Получить контакт, разрешение на контакт. Если с покупателем в онлайне все понятно, то с посетителем не все так просто. Контакты посетителей получать нужно. Во-вторых, собрать данные еще недостающие нам, чтобы понять, когда мы просто знаем, что вот это пришел к нам Вася, и, скорее всего, он мальчик, судя по имени, хотя это не факт, и больше мы о нем не знаем ничего, а ему что-то надо предложить, поэтому надо собрать какие-то дополнительные данные о нем, потом данные проанализировать и сделать точное предложение, от которого, скорее всего, уже не будут отказываться. Вот эти четыре простых шага мы будем непреременно анализировать в приложении вашей вороки продажи. Начнем мы с простого факта, касающегося как раз сбора контактов посетителей. Дело в том, что в современных зрелых рынках, вот если вы не открыли, то вот новую нишу работать на зрелом, сформировавшемся рынке, привлечение покупателя стоит достаточно дорого. Если вы используете инструменты рекламы, что, естественно, большинство используют для этих целей, то там рекламный рынок уже достаточно в вашей области перегрет, и привлечение покупателя редко окупается с первой продажи. Если правильно посчитать все расходы, не просто сумму сделки, а именно вычесть из нее себестоимость товара, налоги и ваши постоянные расходы, которые приходятся на эту сделку, то выяснится, что она, как правило, не окупает привлечение покупателя. Бизнес зарабатывает на повторных продажах. И это значит, что если мы оценим такой показатель, как сколько нам денег приносит каждый контакт нашей базе, если мы используем немалый маркетинг, каждый контакт нашей базе сколько приносит денег в течение, например, года, и сравним эту цифру с разовой продажей, то выяснится, что, естественно, денег от получения контакта в базу нет в смысле в продаже, а просто от того, чтобы получить контакт в базу, мы зарабатываем гораздо больше. Что говорит о том, что ваш сайт, если у вас онлайн-продажи, он должен превратиться, в первую очередь, в инструмент сбора контактов, а во вторую очередь, в инструмент продаж. Потому что, если к вам пришел человек, обычно все сайты, изобилисты добиваются того, чтобы ничто не мешало процессу заказов. Приходит человек, быстро кинул в корзину, быстро заказал, ушел. Это хорошо, но если он к вам не вернется, вы, скорее всего, на этом деньги потеряете, не заработаете. А если это был человек, который в итоге передумал на этапе заказа, то вы вообще, в принципе, за его возврат будете платить еще раз, второй раз, тем же самым с дорогим рекламным каналом. И наша цель как раз как можно больше людей, на как можно более раннем этапе перевести состояние рекламных каналов в канал персональной коммуникации, который стоит примерно в тысячу раз дешевле. И если не больше, там иногда бывает цифры больше. И с помощью них мы будем возвращать клиента снова и снова, буквально за копейки, и как раз начнем, наконец, зарабатывать прибыль. Поэтому, если люди, компания правильно посчитает цифры и сравняет средний чек от разовой продажи с прибылью, который получают от контактов в своей базе премиум-маркетинга, то получится, что получить контакт в базу выгоднее, чем продать. И сайт должен быть настроен на то, чтобы всегда получать контакты посетителей как можно больше. И потом уже вторая задача сайта – это продажа. Понимаю, что многие… Это, в принципе, идея несколько… можно не шокировать, но непривычная. Но, тем не менее, люди, которые построили свою жизнь так, они действительно улучшают сильно свои показатели. Но вообще, контакт посетителей не так просто получить. Потому что прошли те времена, когда люди легко оставляли e-mail, и потому что горе-маркетологи, которые используют e-mail-маркетинга как рекламный канал, засрали, простите, все почтовые ящики спамом. Это может быть юридически не спам, потому что вы действительно подписывались, так далее, оставляли свой e-mail. Но формально это письма, которые нам совершенно не интересны. Потому что люди делают массовые рассылки, и вы прекрасно знаете, что получаете очередное письмо от какой-то компании, что в нем просто каталог товаров очередной раз, уже, не знаю, шестой в этом месяце, который вы получили, и смысла открывать это письмо никакого нет. И когда вы в следующий раз хотите оставить где-то e-mail, вы в голове держите, вот и от них теперь будет сыпаться всякая гадость. Поэтому люди свой e-mail, как правило, не оставляют сейчас. И только если это действительно через e-mail, они будут получать что-то хорошее. Когда человек покупает в онлайн-магазине, он оставляет свой e-mail, потому что он будет получать информацию в своем закате. Ну и с покупателем все понятно. А посетителям не так просто. Но если вы предложите что-то действительно интересное, ценное, то проще всего оффлайн. Оффлайн для этих целей придумал карту лояльности. Карту лояльности на самом деле никакую лояльность не дает. Не знаю, знаете ли это или нет. Она дает две вещи. Во-первых, она дает право контактировать с покупателем по маркетинговым вопросам. А во-вторых, она позволяет собирать данные о его продажах. И что очень важно, на основе данных в продажах мы можем понять что им следующее предлагать. Имеем право это предложить, потому что у нас есть его контакты. И вот если мы будем своевременно предлагать правильные вещи, то тут лояльность только и появится. Но не раньше. Но онлайн несколько сложнее. Обычно люди используют подписные формы на сайте примерно вот такого рода. Здесь, кстати, вполне неплохие формулировки. Компания долго оттачивала. Но в чем минус этой формы? В том, что она накидывается в человек сразу. Вы зашел на сайт и ему говорят «Подпишите оставь имя ладость». «Да нафига я еще не понял вообще, нужно мне это магазин или нет? Ну вот такие, чтобы я вам свой e-mail оставлял». В общем, эффицентность. Есть способ проще. Если мы вспомним, как себя ведет хороший продавец в хорошем магазине, который не подходит с дурацким вопросом по рогу «Могу ли вам чей-то помочь?» На который получает ответ «Нет» и тоже будут в уголочке когда вы опять подзовете в следующий раз. Хороший продавец в офлайн-магазине подходит с вопросом, на который покупатель отвечает «Да». Это вопрос совершенно не связанных с продажей. Может быть, там, не знаю, хорошая погода свою, правда, или здесь человек долг сможет такой товар красивый, правда? Что ему, чтобы человек хотя бы кивнул? Потому что, во-первых, психология учит нас, что если человек с нами один раз согласился на дальнейшее наше утверждение, он с вероятностью на 40% чаще соглашается. Раз. Во-вторых, да, это начало разговоров. Так вот, ваша форма подписки на сайте должна вести себя точно так же. Она должна сначала задавать вопрос, который не требует ничего, кроме как ответу «Да». Вот та же самая форма была переделана примерно в следующем образом. Хочешь получать специальным ценам? Да, хочу. Потому что чек еще не требуется. На втором этапе спрашивают им, любое изобилиество, специалист по изобилите скажет вам, что чем больше шагов в форме, тем меньше заполняет. Вот на самом деле эта форма стала работать в два раза лучше, ровно, чем предыдущая, хотя формировки практически не изменились. Вот цвет кнопок там изменился, но это не поверьте не сильно сказалось. А вот то, что мы ее разбили на два шага, стало работать лучше. Еще прикольнее я видел в магазине детских товаров кейс, когда спрашивается, хочешь получить подарок на день рождения своего ребенка? Ведите день рождения дата рождения своего ребенка. Мы пришли подождать сертификат. 40% посетителей оставляло, соответственно, вводило дату рождения ребенка. И на следующем шаге господаль, спрашивали, а куда прислать подождать сертификат? Оставьте e-mail. 40% конверсии это очень круто. Это на самом деле это значит, что 40% входящего трафика в следующий раз не будете дергать через рекламные дорогие каналы, а будете возвращать дешевыми каналами e-mail маркетинга. Но на этом простой человек не надо, потому что, во-первых, после того, как вы получили разрешение на контакт, вы еще не факт, что можете что-то им отправить. Потому что, например, если вы обещали прислать подарочный сертификат, то вы не сможете прислать им некие маркетинговые рассылки. Это в общем не совсем правильно. Человек может обидеться. Более того, еще диалог с покупателем открытым еще готов вам с вами что-то делиться. В данном случае здесь собирали дополнительные данные, соответственно, а что вы, кто вы, чтобы не присылали вам именно интересные вещи. Правильно? Потому что там человек подписывается на коммерческую рассылку. А в кейсе, когда человек не подписывается, ему когда он подписывается на какую-то определенную информацию, например, по определенному товару или по подальшим сертификат, ему спрашивают, а у нас еще есть такая информация, что тем интересно, расскажи. То есть еще просто делать третий шаг, который расширяет контакт, либо получает дополнительные сведения о человеке, либо расширяет возможность для контактов. Это, в принципе, очень важно. Второй способ получить контакт посетителя, это Exit Intent, называется такой кейс. Он отслеживает, когда человек пытается закрыть окно. Когда человек хочет закрыть окно, ему мышки пересекают верхнюю границу экрана, он тянется в складке наверх. Специальный скрипт это отслеживает и освещивает поп-ап, который не мешает открыть страницу, не та, что кто-то там всех бесит, но он привлекает внимание. И вот тут как раз что-то можно предложить, ценные на e-mail, чтобы человек оставил свой e-mail. Можно, конечно, предложить ударную скидку на тот товар, который он смотрел, но скидок такой скользкий, не всегда приятный для бизнеса, а что хорошо еще работает, если он посмотрел несколько товаров, можно предложить прислать историю просмотра товаров на e-mail. Очень хорошо без смысла вообще что-либо сейчас купить. Они прицениваются, мечтают, планируют и так далее. Есть такая особенность. Вот у женщин несколько другая линия поведения, о ней позднее расскажу. На мужчин хорошо действует предложение прислать историю просмотра товаров на e-mail, потому что в следующий раз он не надо будет искать. Сейчас, не знаю, он сейчас, в июне выбирает владельник, который в следующем году на даче купит. Просто смотрит, сколько они стоят, какие модели есть и так далее. Вы можете его ретаргетинг возвращать хоть полгода. Пытаться в букве туда кучи денег смысла никакого не будет, потому что он будет покупать следующий в мае. А вот если мы сейчас предложим сохранить модели, который он смотрел, он, скорее всего, согласится и в течение всего года вы можете делать апдейт по полу того, что вместо этих твоих моделей вышло новое, а цены на них снизились, это сейчас закончится на складе и так далее. В общем, довольно широкий уже спектр контактов. А можете попросить подписаться на что-нибудь еще. Вот примеры компании, которые как раз поняли ту фишку, что сбор контактов выгоднее продаж и они превратили свой сайт вообще в принципе на сурме сбора контактов и человек получает доступ к товарам только после того, как оставить свой e-mail. Выглядит вот это вот главная страница сайта, это западный магазин товаров для животных, где спрашивает человека у вас большая, маленькая или средняя собачка? Тот самый, кстати, вопрос, на который человек говорит да. Он отвечает, ему говорит, окей, мы будем присылать товары только прямо для твоей собачки подходящие, оставь свой e-mail. Выглядит, это вторая страница. Здесь никакого меню, товары, еще что-нибудь, ничего нет. Человек не получит доступ к товарам, пока не оставит свой e-mail. У них с точки зрения процентов конверсии отходящего трафика, конечно, показатели хуже, чем конкурент. А с точки зрения прибыльности, насколько я помню, цифр примерно в полтора раза лучше, потому что они про каждого своего посетителя после этого знают и практически не тратятся в его сторону на рекламные каналы, возвращаются с помощью e-mail и весьма неплохо работает. Если вы думаете, что это экзотический кейс западный, то вот вам, пожалуйста, в мешком, соответственно, известный магазин конкурента Алиэкспресса, попробуйте на нем что-нибудь посмотреть, какие товары, не регистрируясь. Чтобы посмотреть товар, вы должны оставить свой e-mail. Та самая форма, которая говорила, что если вы получили разрешение на контакт, на вид это, а если вы получили разрешение на контакт, но при этом есть неполный, то есть вам человек не разрешил просылать маркетинговые рассылки, вы получили разрешение послать, не знаю, историю просмотра на товарах или подарочные сертификаты ребенка, то в тот момент, когда человек оставил e-mail, он уже сожалеет, а вдруг вы будете спамять, как все остальные хорошие люди, а вы не имеете собственно права посылать то, что хочется. И как раз вот шаг в показательную форму, где он может отрегулировать этот вопрос и весь может этот вопрос отрегулировать, она весьма полезна. То есть красивый западный кейс мне нравится, потому что здесь он практически идеальная форма. Тут человек может включить или выключить эту рассылку ежедневную, еженедельную, может выбрать категории товаров, может выбрать по каким дням он будет получать, может даже посмотреть как она выглядит, чтобы понимать о чем речь. И в принципе большинство людей, которые оставили свой e-mail просто для получения подарочного сертификата, они соглашаются на какие-то редкие может быть, но все-таки коммерческие рассылки. Поэтому тоже кстати форму может представить и в письме, о том, что вы оставили e-mail, мы вам не будем сладенькие коммерческие рассылки, но посмотрите, какие они у нас есть. Может быть, вам все-таки будет интересно и из письма тоже можно подписаться. Важная часть, если мы говорим про решение воронки продаж, то есть мы прошли первый шаг, сейчас, который был описан, первый шаг получение контакта. Он на самом деле весьма самый сложный, поэтому на него довольно много времени потратили получение контакта. Дальше мы начинаем общение с покупателями. Тут мы должны запомнить, что самые важные маркетинги это не рациональное наше зерно, а это эмоции. То, что мы пишем, что у нас сейчас классная скидка в холодильнике или там, наверное, надежда, это рациональная часть, она будет работать гораздо хуже, если мы не подкрыть его правильные эмоции. Какие эмоции используются в каналах персональной коммуникации? В первую очередь, точнее, две, это позитивные, одна позитивная эмоция, ну, две, это любовь, и не написано вины, не совсем правильно сформулировал, это сочувствие. А чувство любви или сочувствие к другому, а негативное это жадность и чувство соперничества. Как выигрывается чувство любви, сопереживания и сочувствия? Вот всякие компании, по возвращению со скучающими котиками и собачками, о том, что ты нас покинул и так далее. Это возможность присоединиться к этим всем смущимся людям. Один классный кейс, я видел, как на странице откиски был, сидел веб-камера, где сидел грустный человек у компьютера и было написано, что за каждую откиску наш директор отвешивает Джеку, а это наш имел-макетолог вот сидит как раз подзатыльник. И вместо кнопки отписаться, написано было отписаться, запятая, отвесить как ни странно, у них при этом количество отписок снизилось, то есть тут некий постоянный отток людей, но он резко снизился, после того, как не делать такую штуку людям жалко. То есть эмоции о том, что если сделаешь будет хорошо, а если не сделаешь будет плохо. Вот этот скучающий котик совсем заплачет. Они работают, как ни странно, работают. Жадность, чувство соперничества. Если вы делаете какую-то маркетингу акцию, вы, наверное, знаете, что она не работает практически, если не обозначены сроки, потому что я думаю, что это скидка на себя. Но когда вы делаете маркетингу акции в рекламных каналах других, то вы обычно делаете продолжительные достаточно сроки, недели, месяц, потому что вы не знаете точное время контакта человека с вашим рекламным явлением. В случае email-маркетинга вы точно знаете, когда вы отправляете не только email-маркетинга, мессенджеры, смс, что угодно, когда вы отправляете сообщение, вы знаете, что человеку получает в течение этого дня. Поэтому маркетинга акции в письмах, они должны исчисляться максимум сутками, а желательно несколькими часами. И когда счетчики обратного отчета, профессиональная платформа умеет встраивать прямо письмо, это счетчики обратного отчета не стартует, когда человек кто письмо открыл. Нет, они тикуют постоянно, и если он откроет его достаточно поздно, у него все реально может отцоваться два часа всего времени. Но тем не менее это заставляет работать очень хорошо, потому что это как раз включает чувство жадности, я не успею на это выгодное предложение, потерять деньги. А чувство соперничества оно еще лучше, если ты сейчас не сделаешь это предложение уйдет другого. Идеально это использует компания по бронированию отелей, booking.com например, если видели, там осталось всего три номера по этой суперцене, одновременно с вами этот номер отель просматривает 143 человека, вероятность, что они будут полностью забронированы до завтрашнего дня на 80%. Пока сама тянет забронировать, пока другой не успел. Вот это тоже надо использовать, как это можно использовать в письмах, товар, который вы хотели, который вы смотрели, заканчиваясь на складе, его быстро скупают, у него скоро повысится цена, ну так далее. Дальше мы переходим к массовым рассылкам, то есть мы прошли этап получения контакта, дальше мы собственно пока человек не накопил у вас какую-то историю, мы не знаем что персонально предлагать, мы переходим к истории массовых отправлений, но тем не менее мы должны сделать это массовое отправление как можно более персонально и предлагать то, что хочет клиент с большой вероятностью не то, что хотим продать. И вот тут как раз возникает людей диссонанс, потому что как массовая рассылка это все уже знают про персонализацию, на самом деле нет, вот например массовые рассылки, это одно письмо, которое было отправлено кучей клиентов, как видите, каждый клиент получил свое письмо, здесь и товары, которые подставляются, которые я последний рассмотрела, какие-то интересные вещи, и самое интересное, у нее здесь фон подставляется в зависимости от возраста клиентки, профессиональная платформа для email рассылок, они умеют делать такую вещь, как динамически настраиваемый контент каждый элемент письма, текст, фон, картинка, все что угодно настраивается, показываться или не показываться, и что будет показываться, в зависимости от того сегмента, в котором клиент лежит, то, что мы не узнаем, в данном случае подставляется модель в зависимости от возраста клиентки, то есть молодым девушкам посылаются более юные модели, женщинам в возрасте более пожилые, чтобы не раздражать. Это может выглядеть совершенно иначе, вы можете в IP клиенту посылать одну информацию, сейчас у меня будет чуть-чуть такой кейс, но на начинающем совершенно другую информацию это может быть в рамках одной массовой рассылки, то есть даже массовой рассылки надо делать сложными условиями в контенте письма, которые проверяют, что клиент может. При этом вообще сам контент письма, как здесь показано, может полностью собираться без участия человека, то есть у данного это письмо, например, я точно знаю, оно собирается из вообще без участия маркетолога, ну вверх стандартная шапка понятна, она всегда одинаковая. Здесь у них есть целый фотобанк, дизайнеры кладут в определенное место на сайте изображение товара, который в данный момент наиболее актуально продвигает, и он используется для баннеров и для имейлов и так далее. Соответственно, здесь просто прописано, что из определенного места на сайте промоуфинг, там, папка, взять картинку. Все, какая-то будет картинка, такая подставится. А вот эти товары подбираются индивидуально под человека с системой товарных рекомендаций работает и так далее. Здесь некий текст, который автоматически вставляется из автопост из соцсетей. То есть, вот это целиком письмо, которое состоит из промоушн-картинки не введено какого-нибудь текста хорошего и товаров, оно собирается полностью индивидуально под каждого человека. Ну, товары индивидуально и все остальное не совсем индивидуально, но тем не менее автоматически, без участия менеджера так называемого email-маркетолога. Поэтому, если мы говорим про email-маркетологов, то это вообще умирающая профессия. Я сейчас чуть позже покажу, что даже время рассылки система уже автоматически выбирает. а самое основное это вот эти вот как раз 90% или уже 100% работает получение контакта, сбор данных и анализ данных, по сравнению алгоритмов анализа данных. А вот последний шаг рассылки человеческого фактора у меня все меньше и меньше остается. Мы переходим как раз к анализу данных и сбору данных. После того, как мы о клиенте хоть что-то уже узнали, то есть, он сделал какие-то заказы у нас и вообще как-то себя проявил, мы уже получаем какие-то данные. Данные собираются из поведения в рассылках, это с платформы для email-рассылок умеется собирать автоматически, из поведения на сайте, то есть, это ваша CMS-система, которая управляет с сайтом, должна уметь отличать, что это зарегистрированный Васе Кубкин, который мы его знаем, он нас уже что-то покупал и, соответственно, мы записываем его по сайту. И третье, это ваша CRM-система, которая регистрирует все продажи, кто что купил. Вот эти все данные аккумулируют себе маркетингу CRM, а маркетингу CRM практически то же самое, что система рассылки, потому что, чем инструменты для email-рассылок, для коммуникации, вот таких персональных коммуникаций делятся на два вида. Это вот именно просто email-рассылки, которые умеют фигачить по базе, по большой там списком вот такие маркетинги и сообщения, то есть, использование канала email-маркетинга как рекламного. Что неправильно, а есть таким CRM-маркетингу CRM, который, ну, CRM-систему вообще в компании не заменяет, но является некой такой маркетинговой надстройкой, которая умеет клиентов сегментировать и может делать много разных полезных вещей, а потом уже доставлять email-ы, соответственно, персонально, каждому, в зависимости от того, что ему нужно. Таких профессиональных CRM-платформ на рынке в общем будут 4 на 5. Все многочисленные CRM-рассылок, которые сейчас активно используются, они, как правило, по-другому. Рекламный канал, массовые рассылки и так далее. Так вот, вращаясь к сегментации. Первая сегментация, которая нужна практически любому бизнесу, так называемая RFM-сегментация, которая делит клиентов в зависимости от давности и последней покупки от числа покупок, лет, частоты покупок, ну, проще число покупок, регистрировать и от среднего чека. Благодаря этой RFM-сегментации вы сразу видите очень интересные группы клиентов. Во-первых, ну, цифры, конечно, у каждого может быть другие, у кого-то там 1-2 покупки это фигня и 5 покупок это тоже ерунда, там, число покупок исчисляется сотнями, такой продуктовый магазин, у кого-то наоборот, 3 покупки это уже золотой клиент. Ну, в целом, идея такова, что благодаря этому вы можете оценивать первых, свою золотую аудиторию, вот эта зеленая зона, те, кто покупает сейчас, там наука на больших деньги. Во-первых, надо посмотреть, а кто они, что между ними общего. Может быть, стоит свой сайт адаптировать под эти клиентов или свою маркетингу политику. Потом Facebook, например, умеет контакт, он тоже умеет, если вы выгружаете список e-mail, сказать, что показывает мою рекламу тем, кто похож на этих людей. То есть, вы выгружаете эту золотую аудиторию своих Facebook, говорит, покажите, пожалуйста, рекламу, тем, кто похож на этих людей. Ваша эффективность, ваша реклама в соцсетях вырастает довольно сильно. у нас был пример, чем более эмоциональные покупки, тем лучше работать, но в среднем иногда там процент на 40-50 реклама улучшалась у клиентов, когда они вот такие вещи используют. Во-вторых, ну и понятно, что с ними надо работать чаще, лучше с этой зеленой зоной. Во-вторых, красная зона, это те, кто покупал много, но перестало. Это важные, потерянные клиенты, которые надо реактивировать и запускать компании про активацию. И вообще, FM-сегназация весьма важная. Вот первый кейс о том, как люди использовали RFM-сегментацию. Это магазин, флайн-магазин мужской одежды. Я простите, название компании говорить не буду, потому что большинство компаний у нас в NDA, и я не могу называть красивые цифры, если назову название компании. Это офлайн-магазин мужской одежды с онлайн-продажами, которые достаточно много продают и через e-mail-канал. Для них это важный канал. И они посылали все массовые рассылки, а потом подумали и сделали ту самую RFM-сегментацию с нашей помощью и получили, делали в них 4 таких сегмента. Первый это те, кто покупал три раза и более, и делал, есть покупка за последний, здесь написано, год, на самом деле полгода, потому что это год галендарный имеется в виду, а анализ делался в июле, по-моему, то есть полгода. Это лучше покупателя. Второе, мы их теряем, те, кто тоже покупал много, три покупки и больше, но при этом в последние полгода ничего не купил. Подписчики, те, кто подписал, состоял свой контакт и ничего не купил пока вообще, и все остальные, те, кто покупал один два раза. Вот со всеми остальными, они продолжили посылать все то же самое, что и раньше, потому что они не знали, что с ними делать, какие-то непонятные люди. А вот с первыми тремя группами иначе работать иначе. Лучшим покупателем, подписчиком уходил практически один и тот же набор товаров, но при этом менялся контент, который предварял письмо, соответственно, некий текст. Лучшим покупателем, подчеркнулся, как в магазинах ценит, являлись маркетинговые акции специально для них. Вот действительно они спустили от маркетинговых акций, которых можно было принять участие по промокоду, который рисовался самым лучшим покупателем. Говорил, что вот этот маркетинговый акций специально для вас, у вас персональный менеджер, там их было не так, чтобы много персоналит, там вообще всего было 4, кто понимает участие заказа, но тем не менее не мешает объективу персональному. В общем, подчеркнулось, как они, эти люди, важны для магазина. Подписчикам отправлялся контент, который снимает страх перед первой покупкой, о том, как отзывы других клиентов о магазине, отзывы других клиентов товаре, о том, как ли покупить, сдать товар, если не понравился и так далее. В итоге, после этих простых двух шагов у них выросла отдача от email-маркетинга практически в 3 раза. Как видите, здесь увеличилась и конверсия, и понравились все показатели. Самый интересный у них вырос еще средний чек, в основном, для за счет этих самых лучших покупателей, которые стали покупать больше. Есть свойство человека, если к нему подчеркивают, как он важный, любимый и так далее, он почему-то взамен тоже отвечает повышенного лояльности. Если вы не стесняетесь говорить своим клиентам, что они любимые, хорошие и так далее, они будут больше покупать. Вот этот факт здесь отразился и на 40% вырос средний чек, вы кстати, вырос от email-канала и вырос в 3 раза. Дальше они провели еще 2-3 компании при активации в сентябре практически и в новый год и третья была весной, весной вот она не сработала совершенно, а так они вернули порядка 2% вот этих самых потерянных людей. Кажется, цифра не очень большая, но эти потерянные люди были очень ценные клиенты, они покупали действительно дофига и люди 2% вернувшихся ценных покупателей за все, 2% за всю историю копились, чтобы вы понимали, это реально довольно большая сумма, довольно хорошо тратился на показателях. Дальше еще кейс, он немножко устарел, потому что сейчас хорошая платформа, ну, по крайней мере, наша и может быть, кто у кого-то из конкурентов это есть, не знаю, не изучал, умеет посылать письмо каждому персонально в то время, когда он наибольшей вероятности с него среагирует. Это некий с помощью Микрана из Бигдата умеет делать автоматически, а вот эта компания делает вручную, весь женский брендовый одежда, у них суть в том, что покупки эмоциональные, то есть от вау-эффекта вау, какая классная вещь, до покупки не что не должно женщин отвлекать. И поэтому очень важный момент попадает, если попадаете, когда женщина не может сейчас совершить покупку, отладывает это на потом, большую вероятность покупки не совершится. Поэтому очень важно было именно с время доставки, оценивали, они разделили все женщины на три сегмента, пять утра, десять утра, пять вечера, и отправлялись, соответственно, если женщина получила письмо в пять утра, она открыла его вечером, они перемещали в вечерний сегмент, в итоге у них оказалось восемь процентов вечерней доставки и процент за двадцать размазанный по двум остальным. Они из реалии тоже РФМ-сегментация, но больше часть у них вклады дала именно вот это оптимальное время доставки, практически тоже в три раза выросла выручка из-за его канала. Теперь переходим к следующему шагу. То есть мы уже прошли шаг воронке, когда мы пытаемся человеку заинтересовать вернуть на сайт пост посетителя, дальше у нас человек что-то на сайте делает. Первое, что мы на его действия чаще всего реагируем на кинг-письма, которые называются технические, транзакционные. Чем они отличаются от всех остальных? Простите. Они не содержат рекламу и поэтому не попадают под законы рекламы. Речь не идет о триггерных. То есть если мы человек заинтересовался товаром и говорим возвращайся, купи, пожалуйста, товар, это рекламное письмо, это не про это. А здесь технические письма это спасибо за заказ, спасибо за подписку, заказ отправлен, заплата получена и так далее. Такие письма мы с точки зрения российского законодательства и вообще даже и публично-почтовых серверов можем отправлять и должны отправлять тем, кто не подписывался на наши просылки. Это дает нам некую дополнительную аудиторию, которая для нас важна, потому что никакие другие письма от нас эти люди не получают кроме таких чисто технических. Но при этом они не должны содержать письма, не должны содержать рекламу, потому что если они с рекламой содержат, хэдди и купи, тогда сразу подай под закон рекламе и есть мы будем посылать такие письма те, кто на нас не подписывался, нам могут прийти в Роспотребнадзор и будем за это наказать. Но они очень хорошо работают, то есть у них открываемость порядка больше 50%, чтобы понимали у массовых рассылок открываемость порядка 20-25% средних по рынку. То есть эти письма в два раза чаще открывают. А эти письма доходят до той аудитории, которую никакие другие письма не получают. И, несмотря на то, что маркетологи обычно разочарованы, но если я не могу там еще рекламировать, могу не писать ничего, купи никакие маркетинга акции, зачем мне эти письма нужны, отдают их на откуп какому-то айтишнюю отделу, который скрипт просто посылает эти письма с грустным текстом. Спасибо за подписку, там товар отправлен. Но, тем не менее, это неправильно, потому что любые коммуникации вашей компании с внешним миром должны быть продающими, даже если у них нет рекламы. Как это делается? Вот пример гениальный. Здесь, надеюсь, по качеству у вас видно текст. Раньше компания отправляла текст, который был слева, ваш заказ отправлен, теперь отправляет текст, который справа. Я зачитывать его не буду, он достаточно длинный, но он гениальный в том плане, что здесь тоже описывается, собственно, просто процесс отправки заказа, делаем это так вкусно, так хорошо, что людям это нравилось, а все письма, которые отправляют с помощью платформы для имейл-маркетинга, можно расшаривать в соцсетях, из таких особенностей. если вы отправили письмо человеку из утлук и в утлук, он его расшарить, скорее всего, не сможет. А если вы отправили ему письмо с помощью платформы для имейл-рассылок, то он его может расшарить в соцсетях. И вот это письмо в итоге получило 20 тысяч перепостов в Facebook, что его рекламный охват превысил в сериях рекламной кампании по магазинам от западных. кейс, текст-переводной, но тем не менее это гениальный текст. В том плане, пока что даже простой текст можно превратить в очень продающий инструмент. Но есть приемы, которые не рассчитаны на гениализм маркетолога. Это, во-первых, реферальный маркетинг, который можно и нужно вставлять в транзационные письма. Здесь Airbnb сообщает о том, после заказа, где, собственно, получить ключи и вставляет в него маленькую ссылочку о том, что теперь по твоему приглашению придет какой-то друг по этому коду, то и ты получишь 25 баксов, а он получит 25 баксов. Вот. Или там даже еще больше. Это не призыв купить. Это сообщение, информационное сообщение, тоже информационное сообщение о том, что есть такая вот возможность получить деньги и вам, друзьям, и с точки закона. Здесь все чисто в этом можно и нужно вставлять транзакционные письма, а это повышает продажи. Второе, что в транзакционных письмах после заказа очень хорошо делать. Это не повышает продажи губ, но это повышает лояльность запросить обратную связь. О чем уже говорили? Понравилось, не понравилось? Это можно делать прямо в письме. То есть, если кликает на смайли, перемещается на страницу, где говорит, спасибо большое, если больше не требуется, если перемещается, кликает на грустное смайли, перемещается на страницу, где просит поделиться, что, собственно, случилось не так. можно здесь сделать и по пятибалльной системе так далее факт в том что вопрос происходит прямо в письме человек кликает ставит оценку прямо в письме еще что можно делать традиционных письмах это реклама любых бесплатных фич которые человек уже получил особенно хорошо работает при продаже услуг особенно с реальной подпиской и это неплохо работает на ретеншин то есть на возвращение клиента на сайт если клиент что на что-то подписался ли что-то купил вы можете мне прямо сообщать следующий шаг который должен сделать на нашем сервисе стоит сделать а те посмотреть на вот других людей а теперь вот еще один шаг сделать ответы кстати знаешь ли ты что получил доступ к такой-то фичи а еще доступ такой-то фичи вот ее описание вот это все письма они все являются традиционными они не содержат призывы купить потому что там ничего про покупку там про сообщение что человек уже получил но тем менее они постоянно держат человека в тонусе постоянно возвращая возвращая его на сайт или ваши услуги соответственно и такие письма можно отправлять тем кто не подписывался на коммерческие рассылки вполне абсолютно легально теперь мы переходим к самым важным письмам это к триггерным письмам триггер это собственно реакция систем на любое действие или бездействие пользователя который хочет собственно здесь цель все-таки продать человеку здесь в отличие от транзакционных письма просто человек информировали то здесь мы все-таки хотим ему что-то продать это рекламные письма и они как раз отвечают за все остальные шаги наши ворот продаж то есть мы до этого прошли два шага это по сути дела знакомство с человеком массовой рассылки это пытаться вернуть его на сайт все-таки здесь и проявить его интерес какому-то товару а вот дальше как только он привил интерес какому-то товару положил его в корзину и вообще какие-то его дальнейшие действия дальше вступают в действие триггеры вообще в принципе с человеком который у вас накопил достаточно большую историю продаж достаточно вы знаете про него вы должны в принципе перестать посылать массовые письма и посылать их только безысходности когда все поводы исчерпаны перейти на триггерные письма а потому что триггерные письма продают примерно в два раза лучше чем вообще даже конверсия даже четыре раза лучшей статистика чем у массовых рассылок как видите здесь написано процентики продаж это вот если это такие стандартные все триггеры стандартные 7 триггеров которые стоит внедрить практически любому и комиссу и суммарно они дают порядка 50 процентов продаж мотоциферка это насколько увеличить продажи целом с сайта данные триггерные письма до 50 процентов распродаж отключение триггерных письм вообще триггерные письма делятся на четыре части в это мои деления на деканоническое не так просто удобно товарные это те письма которые сразу пытаются мгновенно интерес какому-то товару довести до покупки заинтересовался товарами мы пока горячо хотим с ним про взаимодействовать рассказать как можно больше скидка на товар дать еще что-нибудь чтобы все-таки покупка состоялась временные триггеры это триггер который отслеживает поведение человека наступление определенного события через какое-то время или не наступление то есть например триггер знаменитый триггер прошлая корзина это как раз временной триггер то есть человек положил товар корзину мы ждем нефти первого времени а заказ не наступил не сформировал мы начинаем включается этот вот они самые интересные очень много кейсов событий не триггер это реакция на любое действие человека который не связан прямую с товаром с интересом это подписка отписка жалоба на сайте страницу жалобы и заполнил ее мы хотим спросить что что случилось в общем любое событие которое мы хотим как-то сейчас реагировать и очень сложные так называемые серые триггеры которые человек будет ничего не сделала система сама с помощью анализа поняла что ему предложить и что это сделать сейчас они становятся в конце целом товарные триггеры это самые простые потому что они в общем реагируют на интерес товара они у них может быть разные множество разных механизмов включения просмотр товара на сайте и человек провел на нем достаточно количество времени кликнул в рассылки на товар добавил товар в избранное на сайте перешел по какой-то ссылке с внешней промаркетинг акции конкретного товара мы знаем что он интересовался действие может быть который включает триггер очень много но триггер всегда отрабатывает одинаково пример идеального на мой взгляд товарного такого триггера от компании как видите здесь обязательно показываю картинку товара который человек смотрел даем какие-то варианты скидок если они вдруг есть у нас сейчас маркетинга акции данный товар или вообще общий макетинг акций таким в общем как купить дешевле если у вас есть программа лояльности тут стоит вставить обязательно что у вас есть еще там на 600 баллов программа лояльности и зато если вы можете купить там на 600 рублей дешевле взять на альтернативный товар там 6 люди которые сомневаются почему не купил в принципе мы должны отработать все кейсы почему не купил это кейс может быть а неправильная цена бы он сомневается в товаре есть неправильная цена мы предоставим скидки а если сомневаться в товаре вы показывали торг нативный товар который тоже того цветовой гаммы товарной категории там не знает что-нибудь еще что может быть заменой вот этого обязательно какие-то аксессуары которые люди чаще всего забывают стиральной машины окей есть такие ножки силиконовые под стиральную машину которые снижают ее шумность как правило люди не задумываются об их приобретении когда покупать стиральную машину в офлайн магазине этот человек подскажет опытный продавец что еще можно там докупить полезного а вот на сайте обычно человек не купит если вы ему это не подскажете вот практически идеально товарный триггер а про временные триггеры хочется отдельно поговорить более внимательно потому что они как раз отвечают за все старые шаги наши воронки после того как положил товар в корзину это брошенная корзина не восстановимся отдельно это такой интересный триггер как стек срок использования товара продажа того же товара второй раз и всякие реактивации начал сброшенной корзины брошенная корзина очень важный триггер потому что только он один поднимает продажи в среднем там на 13-17 процентов более того здесь вот есть такой циферки справа это сколько рублей выручки приносит дополнительное письмо о брошенной корзине как ведь брошенных заказов достаточно много в е-commerce и порядка порядка 70 процентов почему мы не можем не все 70 берут с помощью этого триггера просто потому что про большинство брошенных корзин мы не знаем кто это был и работает достаточно эффективно но условия чтобы он заработал необходимо чтобы мы заимели контактный данный человек должен быть у нас зарегистрирован как клиент мы должны распознать что брошенных корзин бывает от новых клиентов пришел не оставим контактные данные накидал корзину а вот эта цифра дополнительные выручки хочет отметить что если считать рои то есть риторно в местном такой параметр насколько эффективен канал то не мой маркетинг за счет таких цифр приобретает такое количество нулей там что перекрывает любой другой канал эффективности в разы на данный момент email это самый эффективный канал среди маркетинговых коммуникаций потому что одно письмо стоит одну копейку приносит 508 рублей выручки дополнительные хочется обратить внимание что эти цифры тем вы дополнительные выручки тем больше чем более женская аудитория здесь видите распространение по секторам рынка чем более женская аудитория данного сектора рынка тем лучше приносит письма прочно корзине это не случайно они хорошо работают именно на женскую аудиторию мужскую я уже говорил про женскую теперь расскажу женщина когда приходит какой-то сайт где что-то продается сейчас про битуси понятно битубе все сложнее там решение принимается одним человеком правило там все коллеги а вот в битусе а если женщина пришла на сайт за покупками по как правило она оставляли себе возможность только купить не говорит я не говорю что про все понятно что исключение всегда бывает среди среднем женщины привезите в магазин чаще предполагается возможность покупки чем учил и реже занимается тем что ходит просто планируют приценивается и так далее а при этом был опрос который спрашивал соответственно женщина почему не завершает покупки чего-то накидали товар корзины ничего не после этого не сделали был собран ответ они все делятся на три категории примерно в равных пропорциях 30-30-30 процентов первая треть женщина самое интересное они ответили что на самом деле это не провели внимание к магазину ждут ответа реакции я на одном мамском форуме как ты видел девочки как правильно покупать вайлдерис вы закидываете товары регистрируетесь на сайте закидываете товар в корзину дальше уходите они вас долго-долго и всякими письмами последний присылать письмо о том с гигантской скидкой возвращается покупаете вот иметь таким образом имейте всегда скидку на все товары вайлдерис давать скидку конечно таких письмах не сами правильно но это демонстрирует такой подход то есть женщина не купит если вот это из этой категории не купит и синий прислать письмо о том что здесь пожалуйста купить быть его доним маленький пряник поэтому письмо брошь на корзине обязательно должно содержать маленький какой-то пряник это может быть весьма виртуальный там не знаю пять баллов с программ лояльности которые вообще баллы нужно платить не больше 10 процентов покупки на что-нибудь надо при и конверсии в этой части потрясающую то есть там 8 процентов из этой группы после получения письма возвращается покупают вторая часть женщин они сомневаются в товарах и поэтому письмо брошь на корзине должно тоже содержать в себе альтернативные товары любой товарный прият а третья категория женщин не могут сформулировать почему они зашли покупку они все-таки сомневаюсь с натуры сильно и может быть за счет этого на них хорошо действует прямой упрек и легкий укор и такой немного не может быть приказ вернуться очень хороший кейс я видел магазин пропадал продукт питания там буквально вы накидали товар картину мы для вас эту корзину собрали здесь стоит товар и сейчас может вообще срок годности есть он скоро начнет портится как нехорошо получилось пожалуйста верните как ни странно действует вот пример западного кейса стоять куда пошла вообще обращается просто типичная женская аудитория забыл в корзине вернись и вот такой приказанный тон работает весьма неплохо именно на этой категории женщин поэтому идеальное письмо триггер брошь на корзине должно содержать в себе легкий упрек о том что как не хорошо получилось пожалуйста верните закончить заказ альтернативные товары и маленький пряник если человек все-таки заказ совершит в этом случае он показывает такие красивые идеальные цифры а второй триггер это повторная продажа через когда срок годный товар использует истек когда товар испортился или закончился такой срок если любого товара даже у квартиры покупает хотя бы что квартиру покупает раз жизни но такой бытовая техника она там раз сейчас по статистике раз три-четыре года меняется мебель для кухни раз десять лет вот товар очень быстро и у нас парфюмерный магазин заявляет что женщина среди пользуются помадой один месяц я не знаю так это или нет но по их статистике вот так это значит что после того как женщина купила бордовую помаду такого-то числа то через три недели они начинают догонять каталогов именно тех оттенков помад который скорее понравится чтобы она купила следующий случае есть у нас длительный срок используем как он весь центральной машины и конечно привел фортазию потому что понятно что продажа аксессуаров который человек мог забыть без них неудобно пользоваться но это не очевидно короче покупает продукт а посадка чек купил у нас понятно что вообще там и чехольчиком телефон будет удобно и защитное стекло и какой дополнительный шнур для стиральной машины те же сам подставка которая снижает ее шумность когда человек постирал и понял что ночь под ее аджин ты не так хорошо спать как рекламодатель компания рекламировала может какие-то расходники вот привел фантазию профессора подписка на стиральный порошок никто вам этого не делает как и не знаю почему как 10 продукт предлагает расходники можно попытаться их регулярно соответственно предлагается дополнительная гарантия чувствовать перед времени в общем какие-то регулярные такие шаги через определенные периоды времени чтобы чек поддерживался в тонусе чтобы он вас помнил и как тогда когда у него возникли не пойдем снова векторальной машине во-первых это скорее всего можете предугадать есть правильный срок рассчитаете а вторых даже если не предугадаете он о вас как а специалистов в вестеральной машине больше лучше знает уже чем в других магазинах о себе напоминали и скорее всего вам первым обратиться то есть это и лояльность накапливается и все-таки срабатывает можете угадать именно с предложениями новой машины вовремя человек только вот она начала барахлить и задумался не сменит ли ее а вот вы посылаете друга у нас отличные скидки сейчас на стороне машины это вот как раз то что вовремя нужное предложение и главное не один менеджер по продажам анализирует какие-то данные о продажах это не вспомнит через три года а вот триггер заряжается в момент по первой покупке дальше вот эти шаги все отработает и через три года он об этом вспомнит и догонит человеку нужно нужно предложение поэтому триггер включается момент первой покупки это не надо забывать хороший вторых интересный еще триггер это управление реанимации клиента когда клиент уходит понятно что в этом иногда есть ваша вина иногда личные причины личные причины не знаю закончился естественно цикл жизни в вашем магазине перестал пользоваться такими товарами в детский магазин детских товаров вырос ребенок и и все и вы ему не интерес пока внутрь не появится вот если ваша вина то и на эту вину надо как-то поперк выяснить их только как-то разрешить то есть вы где-то накосячил человек остался обижен а это может быть либо неправильная цена то есть вы просто стали слишком дорогими нашли где дешевле это сам популярный кейс либо вы где-то действительно что-то сделали такое что вызвали раздражение он у вас ушел и больше не хочет возвращаться вот эти два кейса компании при активации надо отработать первый шаг система сама генерирует автоматически признак мы потеряем вы должны для себя сформулировать по согласно какому алгоритму сделать например у нас как у компании которые визит по абонентской плате по подписке пропуск ежевичного счета вас может быть пропуск между покупками имеет там не знаю покупка среднем раз полгода прошел год покупки нет окей надо любить тревогу вот это алгоритм вы заформулируете а признак каждому конкретному клиенту ставить систему сама дальше вы начинаете предлагать клиенту себе писем как правило со скидками потому что вы должны отработать в случае что у вас неверные цены где-то есть дешевле скидки можно делать чередовать скидки или подарки потому что если люди коррегируют одно есть другое но тем не менее попытаться предложить вот если мы предложим тебе купить сильно дешевле купишь или нет если вернулся значит надо просто подумать что у вас не так с ценами посмотреть насколько много таких клиентов которые много покупали потом перестали покупать мы вернулись собили небольшой скидки значит они где-то все-таки ваш товар нуждаются по это где-то другом месте это хорошая информация для бизнеса те кто остались мы предполагаем что это обиженные люди им стоит поставить опрос что в стиле дорогой вот его не смело что вы там активно у нас покупали перестали расскажите что случилось пожалуйста главное написать что результат опроса видит лично владельцы акционера генеральный директор кто не получше люди которые ушли по личным причинам понятно проигнорируют вообще на этот вопрос ответ ответит среди тех кто получит но процентов 1 там 2 3 максимум но это будет очень важно информация для бизнес потому что вы посылаете это письмо бывшим лояльным клиентам покупали много и люди которые перестали покупать если они на что-то жалуются на это точно надо обратить внимание потому что вы теряете в ценных лояльных клиентов в этом месте если вы это можете исправить и изменить этот шаг в своей работе стоит этим семьям отправить еще следующее письмо в стиле примерно уважаем николай петрович спасибо вам за ваш сигнал мы поняли что у нас вот это было неправильно мы все исправили свой хамский отдел доставки полностью расстреляли набрали новых вот модели вернитесь посмотрите как мы благодаря вам стали лучше и все остальные наши клиенты благодарны вам за то что вы нам об этом сообщили вот когда человек понимает что он сделал мир лучше немножко что кто-то еще почувствовал себя хорошо от того что сделка и просто действие джеки людей не так часто бывает иногда это переворачивать состояние человека никогда больше в эту шарашки на контору не вернусь состояние что вот это хороший магазин я проверил мне все хорошо и начинает вас активно своим друзьям были такие кейсы поэтому с негатив надо работать и мы маркетинга это очень хорошо годится конечно это тоже не совсем автоматические истории последние два шага но тем не менее они тоже неплохо активируют клиентов не надо останавливаться на том чтобы подергали людей с помощью скидок и на этом остановились нет попробуйте выяснить негатив если вы говорите что вопрос видит личный генеральный директор все-таки если вы хорошо выступили на мозоли сильно-сильно недоволен все-таки среагирует а последняя часть которой хочется сказать это мультиканальность дело в том что я сначала канал персональной коммуникации не только e-mail это несколько каналов это мессенджеры соцсети персональные сообщения в соцсетях и не про см и не про посты e-mail и sms во-первых есть у них есть достаточно дорогие sms есть очень дешевый имейл у каждого из них свои минусы то есть смс например привлекая сто процентов внимания на сильного зарегулированного закона письменное подтверждение с подписи получать от клиента 3 она совершенно дорогая e-mail вы замечает направили чеку готовый лендинг прямо который может вам купить к в письме есть такие кейсы но при этом открытие писем всего лишь там 20 процентов средних по рынку а соцсети члены продажное состояние снимает и всегда лучше переключаться одного канала другой делать это достаточно автоматически зависимости от поведения человека не читать письма дернуть по более дорогого более эффективного канала там не стагировал еще перед тем еще на более дорогую более эффективную эффективную с точки зрения доставляемости человека канала и так далее перебирая и он делать мультиканальной истории и вообще в письме про тренды моешь заканчиваю свою часть и смотрим про тренды и маркетинга то вообще вот серой маркетинг здесь есть такие вещи которые как раз делают почему же говорил просто профессий но маркетологи не очень нужный а делают все более актуальной профессии серый маркетолога мультиканальность как раз сюда относятся мы как платформа и большинство наших конкурентов умеет выбирать уже канал автоматически даже делая ваша компания наиболее эффективными и как линдом по цене вы можете для отлив по эффективности доставались человек если у вас есть информация вы точно должны принести до человека мы можем это сделать перебрав каналы так чтобы он все-таки дойдя для смс-ки потом сто процентов получит и наоборот мы можем пытаться с людей из смс-канала перетаскивать в e-mail чтобы экономить ваши бюджеты и все это делается автоматически во вторых благодаря автоаналитики наша платформа знает точно когда каждый в россии читает письма потому что мы настолько большие что мы всему рунету доставляем несколько петель неделю гарантированно и мы про каждого человека знаем когда он читает письма канал их открывает читать и реагирует письма определенной тематике тем более когда он реагирует на ваши письма и зависит от этого мы можем вычислять наиболее эффективное время доставки письма для каждого персонального и вы когда делаете даже массовую рассылку тем более когда массовую рассылку вы можете указать что доставить ее в течение совершающих 48 часов и отправлять нажимаете сцены вас положите сцены письмо не уходит сразу всем она выбирает каждого конкретно человека и доставляет момент когда с большой вероятности читает лук и на данные письма хорошо реагирует потому что гласит большая разница когда вы пришли на работу на его с утра там целый тон накопленных письма все выделили в корзину кинули а то вы делал сидеть прямо в почте у вас плод предавление вот новое письмо приятно что вы упрощите гораздо выше так вот мы знаем когда это происходит когда вы читаете письма при этом не значит что у этого клиента будет сваливаться от нас все письма разом мы знаем что там не знаю одежду лучше посылать все-таки вечером а в банковскую информацию лучше посылать утром то есть там все-таки есть разделение не просто читать письма когда он склонен покупкам к открытию письма определенной тематики близко к вашим и в систему автоматических товарных рекомендаций нас если у клиента накоплен достаточно много информации потому какие товары интересовался и что покупал то система может вычислять на основе похожести на других клиентов что еще и предложить делать очень просто как работает алгоритм на всех случаях не знаете если выберут из группы женщин которые абсолютно похожи во вкусах они все купили одну и ту же кофточку они все купили одну и ту же юбку они все купили однете за туфли и вдруг одна из них купил еще шарфик большой вероятность так как они похожи во вкусах очень сильно настолько что у них совпадали в вещах а то этот шарфик стоит положить все остальное этой группе это упрощенный алгоритмом 500 работает похожим образом систем неприятно анализирует похожих клиентов и находит товары которые одного клиента и другому предложить поэтому она может подобрать во-первых вот клиента товар я показывал что в письме блок товарных рекомендаций проветрите дидор подбирается индивидуально пока авторы возможна на порой тропат spinning подобрать клиентов по товар то есть если у вас есть товар Caro есть процесс можно проанализировать каким клиентам быть интересен и В обратную сторону тоже работает. И вот это все показывает, что ни выбор канал, ни выбор времени рассылки, ни даже выбор контента рассылки, по большому счету, видимо человека уже не относятся. Видимо человека относятся к алгоритму, которые описывают, по какому принципу мы будем выбирать для того клиента, что-то еще, распределение клиентов по сегментам, пересечение этих сегментов. То есть самое актуальное сейчас в ближшем будущем в компаниях это как раз инструменты аналитики и люди, которые знают, умеют прописывать эти алгоритмы. Самый алгоритм это прописать в платформе несложно, надо их придумать. Для вашего бизнес-персонал, что конкретно работает? Расписать историю жизни клиента к вашей компании, какие стадии он проходит, какие признаки в этих стадиях есть, как их отвечают. Когда клиент новенький, с ним надо аккуратно еще контачить, чтобы не спугнуть. Когда клиент зрелый, лояльный и можно как можно чаще коммуницировать, он у вас много денег оставляет. Когда клиент приобретает признаки потерянного, все говорит о том, что он у вас может скоро покинуть, чтобы его обратно активировать и обратно закидывать ворогу с самого начала. Вот это все прописать сначала эти признаки для жизненного цикла клиента, потом их прописать в виде четких алгоритмов. Алгоритмы на уровне, что клиент сделал заказ, прошу ждем-то столько-то времени, ничего не произошло, надо реагировать. Клиент сделал последний заказ полгода назад, в среднем у нас частота покупки раз в три месяца, прошло полгода, ничего не произошло, надо реагировать в такие алгоритмы с простыми словами. Дальше все это в платформе легко запрограммируется, достаточно там все буквально мышки драга-другами там перетаскивается, все эти условия настраиваются достаточно просто, главное вы должны сами у себя понять. А после этого платформа все умеет делать само автоматически. На этом моем участие, наверное, закончу, я могу сейчас поотвечать на вопросы по email-маркетингу, а в принципе, если вспомнить, мы прошли поворонки по всем шагам, то есть как познакомиться с клиентом и сделать это с большим числом людей, чем просто у нас, чем те, кто покупает. То есть еще у нас есть сайт, то понятно, что те, кто оставил заказ на сайте, мы так или иначе, или контакт другие получим. А вот если говорить о посетителях, с ними нужно знакомиться. Дальше, как работать персонально, даже в массовых рассылках, после этого мы разбились с реакцией от клиента интереса к товару. Помните триггеры товарного, мы нажимаем до заказа и брошь триггер брошенной корзины, если он не завершает заказ. Дальше собираем обратный онзыв о заказе, был ли доволен клиент, и пытаемся продать какие-то допники. И, соответственно, дальше через определенный срок использования товара закидываем обратно, заинтересовываемся следующими товарами, аксессуарами, просейл и реактивация. В принципе, о всем шагам воронке мы прошли. Как я говорил, в среднем эффективность email-маркетинга составляет примерно до 50% увеличивается продажа в онлайне в случае email-маркетинга. В онлайне считать все сложнее, потому что там эффективность все-таки не так просто посчитать. Когда человек пришел в магазин, сделал это потому, что видел нашу рекламу, или потому, что это его вернул туда и наш email, а мы толку не знаем, потому что даже если вопросов в лоб задать, он может видеть и то, и то, и то, и это все свободно в сумме, но это он только один канал. Тем более, он не так просто об этом спросить. Ну, окей, вопросов нет. Я расскажу буквально еще у нас, тогда пару секунд, потому что все-таки, может быть, стоит сказать. Мы компания Сенсей, на рынке мы из российских решений крупнейшая и старейшая, мы 16 лет на рынке. Здесь немного писем сейчас отправляем, ни один наш российский конкуренция, наверное, в этом отношении сравняться не может. А, ну, иностранных конкурентов такого же объема есть. Мы единственное решение, которое имеет аттестат от государства, соответственно, на КЗ-152, что данные доверенные нам находятся в полной безопасности, и, соответственно, мы абсолютно монополисты, поэтому на рынке банковских услуг, финансовых, страховых, государственных, все банки практически 150, это заключение двух, которые сейчас контракт подписывают, работают с нами, все страховые компании и так далее. Потому что у нас самая высокая степень ответственности за данные, которые нам предоставили. Ну, и мы являемся самым маркетингом СРМ, в котором мы делаем сегментации, имеем множество каналов, автоматически мультиканальные истории строить и так далее. Вопросов нет. Спасибо. Там был вопрос, в калочке вопросов, видел, будет ли запись вебинара. На всех ключах, лучше, что будет. Окей, тогда я... Здравствуйте, коллеги. Печаль, Глеб, наверное, практически все рассказал. Рассказать. Поэтому я постараюсь все-таки усилить пункт 4, например, даже, который указан на последнем слайде, Глеба, про мультиканальность. Если быть точнее и подробнее, то меня зовут Олег Михайлович, опять же, я руководитель направления в компании Межрегиональный и Транзит Телеком. Мы один из крупнейших операторов связи в стране. Из тех, которые работают непосредственно только с бизнесом. То есть мы не работаем с физическими лицами, мы предоставляем только полный комплекс каких-то диджитовых, различных диджитовых коммуникаций для бизнеса, начиная от номеров телефонов, заканчивая различными виджетами для сайта. И постараюсь, как я уже сказал, усилить презентацию Глеба в плане возможностей усиления апсейла, то есть до продажи при покупке вашим клиентам, вашим потребителям. Возможно, после уже совершения покупки, при получении какой-либо информации о нем. Вот. И, соответственно, из этого у нас получается главная задача, которая есть при коммуникации с вашими специальными клиентами, это стараться общаться с ним в том канале, который ему удобен. То есть это не только email, но и, как уже Глеб рассказывал, это, соответственно, и какие-либо смс-рассылки, смс-уведомления, это и общение в социальных сетях, это общение через мессенджеры, это общение по телефону, общение в оффлайне и в других возможных каналах. Что при этом самое главное? Главное, чтобы компания предоставляла эту возможность потребителю. Если брать, например, большой бизнес, то наиболее логичное и более удобное использование в качестве канала коммуникации, основного в качестве канала коммуникации, это номера 8800, 804 и другие, то есть бесплатные для звонящего непосредственно в компанию, что позволяет человеку из любого региона нашей неохватной страны позвонить в компанию, в интернет-магазин или в компанию-производитель, в компанию, в крупную ритейл-компанию и проконсультироваться по какому-либо вопросу, сделать свой заказ и, точнее, какие-либо вопросы. Если же ваш бизнес относительно небольшой, то наиболее удобно для человека это какие-либо мессенджеры. Телеграмма, WhatsApp, в южных регионах страны часто используются основным каналом Instagram, и, соответственно, если вы предоставите больше, чем один стандартный вариант коммуникации, номер телефона, какие-либо дополнительные каналы, это впрямую увеличит вашу прибыль и количество вашей клиентуры. Почему это еще важно в понятии воронки продаж, в апселе и дополнительных продажах? Потому что клиент чаще всего не запоминает, через какой основной канал он уже с вами общался, через номер телефона или в соцсетях или как-либо, он будет с вами общаться, с вашей компанией, общаться там, где ему удобно. Вот он вышел из дома, у него с собой только номер мобильного, с собой только мобильный телефон, ему нужно уточнить какой-либо вопрос, когда вы к нему привезете заказ, когда к вам поступит какой-либо товар, который его интересует, другие какие-то вопросы, и он может задать, например, вопрос через мессенджер. Надеюсь, что вы есть в этом канале. Либо же у него есть информация о том, что вы есть, и он вас добавлял ранее, и, соответственно, он вам туда напишет. И здесь уже зависит от того, насколько вы быстро ответите ему, вы проконсультируете по всем его вопросам. Данная возможность позволяет расширять карточку клиента, выгружать все данные непосредственно в CRM, тем самым обобщая карточку клиента дополнительными каналами, которые возможны. Также в CRM, в карточку клиента, например, через систему Bittrex, либо через другие CMS-сайты, можно собирать данные о том, какие страницы человек просмотрел, какие товары его интересовали, какие возможности его интересуют, заходил ли он в контакты, были ли у него какие-либо проблемы, и уже исходя из этого, прибегать к инструментам Глеба, например, делать рассылки по тем контактам, которые у вас есть, и говорить, вот вы заходили на страницу такого-то товара, или вас интересовало такое-то направление, либо же связываться с этим человеком посредством SMS-уведомлений о том, что вот вы были нашим клиентом, вы покупали такой-то товар, но мы знаем, что вы заходили туда-то, туда-то и интересовались вот этим товаром, мы делаем для вас персональные предложения, ну вот как в кейсе Swylders, как Глеб рассказал, мы предлагаем вам персональное предложение, специальную акцию, мы предоставляем такую-то скидку на этот товар, прямо сейчас, заходите по ссылке, и мы вам предоставим этот товар с доставкой на дом очень быстро. Собирая все данные в карточке клиента, увеличивая их впоследствии, дополнительная информация о клиенте, в виде как день рождения, день рождения у детей, и другие какие-либо аспекты, вплоть до о том, какие праздники он празднует, вы можете выстраивать триггерные цепочки, различные уведомления через SMS-канал, через email, в зависимости от того, какой канал удобен вашему потребителю, выдергиваете его назад к себе на сайт, и, как я уже сказал, делаете ему какие-либо персонализированные предложения. Данные возможности предоставляют, опять же, как, например, мы, с помощью личного кабинета, с помощью наших сервисов, так и различные сервисы системы, в которые мы можем быть интегрированы. Следующий момент, какой еще может быть, даже не может быть, а очень важен, при использовании единого цикла коммуникации с потребителем, в зависимости от того, как ваши менеджеры отрабатывают все коммуникации с потребителями, с клиентами компании, вы можете видеть непосредственно в личном кабинете у оператора, которым вы пользуетесь, либо через CRM, о том, насколько быстро и качественно были отработаны те или иные коммуникации. Когда человек пришел, задал какой-либо вопрос, сколько времени у него на это ушло, на то, чтобы получить ответ какой-либо необходимый, был ли он доволен, получил ли он полноценный ответ, был ли сделан ему апсейл, то есть человек пришел, он выбрал какие-то товары, вы через систему, опять же, видите, что он просматривал какие-либо дополнительные товары, кроме тех, которые он положил уже в корзину непосредственно, и вы можете сказать, что вот, вы отсматривали вот эти товары, если менеджер сделал вот это обращение к клиенту и сделал дополнительный апсейл, то он может получать дополнительные премии, например, для этого. В личном кабинете вы это можете спокойно видеть и выстраиваете понятие эффективности ваших менеджеров и награждать их за это. Если же есть, наоборот, какой-то негативный эффект или плохое качество работы вашего менеджера, то это сигнал о том, что нужно менеджера доучить, заставить, влиять на его премирование, выстраивать его зарплату в зависимости от его эффективности, и с помощью личного кабинета вы сможете четко этого достигать. Следующий момент, в чем можно усилить презентацию предыдущую, это рассказать, например, про полезность городских номеров и номеров 8-700. Например, по бесплатным номерам телефонов, по нашей статистике, по статистике наших клиентов, эффективность работы с потребителями возрастает при использовании номеров 8-800 на 30-40%. Что это означает? Это означает, что на 30-40% в компании становится больше обращений. Стоит отключить бесплатный номер телефонов, номер телефона, соответственно, количество падает. Человек заходит на сайт интернет-магазина либо какой-либо компании из одного региона, он видит, что там номер телефона, например, из другого региона, и здесь у него есть как эмоциональный барьер, так и относительно, если говорить про регионы, так и финансовый барьер, потому что не всем комфортно звонить в другой регион и платить больше со своих номеров телефонов. А если же есть 8-800, то для него этот барьер снимается. Но при этом, если же ваша компания работает в одном конкретном регионе, и весь трафик, который приходит на сайт, относится именно только к этому региону, к большей части этого трафика, то если вы будете указывать номер телефона, удобный для той аудитории, которая приходит, то есть если вы приводите трафик в Екатеринбурге и отслеживаете трафик, и выдаёте версию сайта по ЕО-таргетингу, и показываете им Екатеринбургский номер, то, соответственно, для них это тоже дополнительный плюс. Почему? Потому что они начинают считать, что компания находится в их регионе, у них не возникает каких-либо сложностей в доверии, они понимают, что компания здесь рядом, и, соответственно, объём продаж растёт. Это точно так же статистически у нас было определённо, и есть рост порядка 15-20% у тех компаний, которые работают непосредственно только по регионам, в каждом конкретном регионе, имея какой-то либо подраздел сайта, либо отдельные какие-то лендинги, либо отдельные сайты, предназначенные для каждого региона, например, у франчайзинговых компаний, использование как раз городских номеров телефонов предоставляет им больший эффект, чем использование, например, каких-то мобильных телефонов. Мы, как компания, часто делаем различные мероприятия по различным городам, там Костандар, Екатеринбург, Монтубиск, многие другие, и получая визитки от участников мероприятий, очень часто встречается тот момент, что на визитках указаны только мобильные телефоны. Нюанс в том, что если компания не использует городские номера, а старается с их точки зрения быть ближе к своим клиентам и указывает на своих сайтах и визитках номера мобильных телефонов, то здесь происходят два негативных эффекта. Ну, то есть, во-первых, статус компании, создается впечатление, что компания одневка и сегодня одна есть с мобильным телефоном, а завтра нет. А с другой стороны, если менеджер раздает всем свой номер мобильного телефона на своей визитке, и не указан номер городского телефона компании, то если этот менеджер уходит из компании, то автоматом все клиенты, с которыми он контактирует, те, которые звонили ему ранее, они так и будут дальше звонить непосредственно ему. То есть не вам в компанию, а непосредственно в этом менеджере, который, возможно, уйдет к вашему конкуренту. Это важный эффект, который влияет на дополнительные продажи, и, соответственно, как только компания к этому приходит, это тоже влияет на рост клиентуры. Следующий важный параметр, который тоже можно учесть, это встраивание мобильной телефонии непосредственно в виртуальную ОТС ваших интернет-магазинов, ваших компаний и так далее. Что это означает? Это возможность не только общаться с клиентами по мобильной телефонии, но и, используя условия FMC, то есть мобильные телефоны с сим-картами, которые выдаются такими операторами, как мы, например, эти сим-карты можно встроить тоже в виртуальный тест. То есть будет запись разговоров, будет переадресация в рамках офиса, причем звонок из офиса на эту сим-карту из сим-карты в офис, будет бесплатный. Это возможность использования CRM и многие другие возможности, которые стандартные обычные номера телефонов, мобильных номеров телефонов лишены. Очень многие компании тоже страдают из этого, например, из темы недвижимости, из темы курьеров. Важно и полезно это для курьеров интернет-магазинов, то есть когда курьер выезжает, например, отвезти какой-то товар из интернет-магазина, то зачастую у него есть свой какой-то номер телефона, мобильный, с которым он звонить никому не хочет, и зачастую ему дозвониться тяжело. Используя же услугу FMC, все происходит в рамках одной виртуальной ТС, вы как клиент, например, можете всегда позвонить в интернет-магазин, уточнить, где находится курьер в данный момент, офис легко в одну секунду переадресует ваш звонок непосредственно на курьеры, для компании это будет бесплатно, и вы сможете поговорить с этим курьером, узнать, где он, что он, либо он задаст вам какие-то вопросы уточняющие, как к вам можно попасть, там, код домофона, другие какие-то моменты. То есть здесь исчезает та самая частая проблема, когда непонятно, когда курьер приедет, когда он привезет, где он находится, как он находится, как следить его эффективность работы, и миллион других проблем, которые связаны с курьером. Опять же, встраивая условия FMC в виртуальную ТС, вы точно так же влияете на воронку продаж. Как? Если клиент звонит к вам в офис, например, а вас нет, ну, вы как, например, менеджер по продажам компании, вас, например, в офисе нет, и переадресация не настроена на ваш мобильный телефон, так как у вас обыкновенный номер мобильного телефона, в данном случае, если есть условия FMC, то при звонке клиента в офис, он будет, опять же, переадресован на ваш мобильный номер, вы сможете его проконсультировать, рассказать о всех возможностях, о товарах, услугах, о появлении новой продукции, часто это к B2B-компаниям, например, относится, и таким образом увеличить продажу, сделать дополнительные продажи с этим клиентом. Следующий важный момент, и, в принципе, Глеб больше части, наверное, рассказал, что все SMS-уведомления о различных транзакциях, о том, что курьер выехал, о том, что товар в пути, о том, что он отправлен в Почту России, о том, что он прибыл, этот товар в офис, на склад для упаковки, к вам и так далее, это пол для контакта с вашим клиентом, вашим потребителем. Если человек, опять же, заказал один товар, а вы через CRM или через SMS видите, что он просматривал также другой товар, вы в этой SMS можете точно так же указать, что также, помимо вашего уже заказанного товара, вот этот товар появился на складе, вы можете его заказать со скидкой прямо сейчас. Такую же услугу мы точно так же предоставляем для большого количества компаний рынка. Следующее, что можно еще сказать, это рассказать про коммуникацию на сайте с помощью различных онлайн-чатов, онлайн-виджетов. Человек заходит на сайт, он не хочет звонить к вам, возможно, даже у него нет возможности написать к вам через WhatsApp, Telegram, другие какие-либо мессенджеры, он может пообщаться здесь и сейчас у вас на сайте. Задать все вопросы, ваш менеджер точно так же, увидев обращение, быстро проконсультирует, опять же, так же, как в предыдущей истории, увидит, какие страницы сайта вы уже посещали, сделать ему апсейл, дополнительную продажу, того, чего он еще не клал в корзину покупки, и завершить продажу непосредственно сразу же на сайте, получив все необходимые контакты от клиента. В дальнейшем, когда человек уже будет заходить на сайт, и у вас будет вот этот объем контактных данных уже о посетителе, вы сможете уже, не получая от него дополнительной информации, вы будете знать, кто он, как его завод, какие у него интересы, какие у него потребности, и когда будет подниматься карточка клиента, у вас через REM, вы, общаясь через онлайн-виджет, сможете сделать ему дополнительные какие-то предложения, напомнить ему о том, что он откладывал, о том же, о чем он интересовался, и сделать ему продажу. Следующие возможности, которые я перечислял как раз в своей презентации, краткой, небольшой, и о том, о чем рассказывал Глеб в своей презентации, мы предоставляем как один из крупнейших операторов связи, если вас заинтересуют наши возможности, вы всегда можете обратиться как ко мне, так и непосредственно через наш сайт mtf.ru, мы сделаем для вас удобные, персонализированные предложения, и подключим вас с возможностью за 5 минут, если это какие-то простые услуги, если же это использование платформы целиком, мы предоставляем полный комплекс действительной коммуникации, и соединяем их в рамках нашей платформы, которую мы в русском кругу называем «Гнездо», где собираются все-все-все варианты коммуникации с клиентами, процесс несколько дольше, но для компаний крупных, у которых большой объем коммуникации с клиентами, большой объем клиентов как таковых, мы внедряем и предоставляем все возможности для роста продаж дополнительных, согласно полной воронке продаж. Ну, в принципе, вот так вот, кратко, если тоже будут какие-либо вопросы, будут рады ответить вам в чате, либо же по указанным контактам в презентации, вебинар обязательно мы всем отправим, запись идет через платформу, будем рады видеть вас на наших мероприятиях, если вы не против, мы включим в вас наш дайджест мероприятия, мы его достаточно редко отправляем, где-то там раз в неделю, не чаще. Спасибо за ваше участие, были рады видеть вас на наше мероприятие, приходите еще. Спасибо. Спасибо.